МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Юлия Важенина. И прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Сегодня в выпуске. Юбилей победы в Республике продолжается подготовка к 75-летию великой даты. Спорт в массы. Руководители регионов округа обсуждают развитие массового и детско-юношеского спорта. Ремонт из бюджета. Более 500 миллионов рублей выделят детским садам. Сегодня в Самарской области руководители регионов округа обсуждали развитие массового и детско-юношеского спорта. В заседании Совета ПФО при полномочном представителе президента принял участие временно исполняющий обязанности главы Чувашии. О задачах и лучших практиках следующий материал. В серии послематчевых пенальти и команда из Чебоксар становится бронзовым призером всероссийского турнира. Цена престижной награды – усердные тренировки. Третье место – команда Чебоксара. Поздравляю традиционно всех, кто связан с этой командой, игроков, родителей, болельщиков, грузиней. Благодаря этому проекту в регионах страны стал развиваться мини-футбол. Но только одного желания стать чемпионом мало. Необходима тренировочная база. Строительство многофункциональных спортивных площадок – одна из задач майского указа президента. В прошлом году сразу в девяти муниципалитетах республики были открыты стадионы для сдачи нормативов комплекса ГТО. Школам, готовящим Олимпийский резерв, была оказана господдержка из федерального бюджета. Планируем еще закупить велосипед в этом году согласно федерального стандарта. И форму, и запчасти. Надеюсь, что на следующий сезон школа будет обеспечена максимально. В рамках национального проекта только в республике к занятиям физкультурой должны быть приобщены порядка 55% жителей. Приоритет за развитием детско-юношеского спорта отметил временно исполняющие обязанности главы региона. Именно развитие детско-юношеского спорта нам позволит обеспечить массово, с одной стороны, вовлечение нашего подрастающего поколения и населения вообще в спортивное движение и спорт. А это является, в свою очередь, основой возможности появления спортсменов, которые будут показывать высшие спортивные достижения. Заседание Совета при полномочном представителе президента прошло в Тольятти. Деловая программа для глав регионов насыщена. Сегодня руководители субъектов посетили технопарк «Жигулевская долина» и завод «АвтоВАЗ». Здесь наладили выпуск из специализированных машин. И ввиду того, что машины имеют разные специфические характеристики, то есть для сельской местности, для городской местности, это как раз говорит о том, что наш современный автопром конкурентен. Ну и самое главное, нам позволить решать те задачи, которые стоят перед регионами, в частности, в Чувашской республике, мы очень тщательно проанализируем. После тест-драйва за стол переговоров. Игорь Комаров отметил, что у Приволжского федерального округа большой потенциал для развития детско-юношеского и массового спорта. Чтобы здоровый образ жизни становился нормой, необходима современная инфраструктура в шаговой доступности и квалифицированные тренеры, работающие с Олимпийским резервом. И это только одна из формул успеха, которому надо двигаться поэтапно. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Более 500 миллионов рублей выделят из бюджета республики на капитальный ремонт детских садов. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. Один из объектов, давно нуждающихся в ремонте, детский сад в Синьялах Чебоксарского района. Маленький Захар ждет у окна папу. Сегодня в саду особенный день. На утренник по сучу дня защитника Отечества собрались родители и весь педагогический состав. Места всем не хватает, но это проблема многих учреждений старого типа. Музыкальный зал, он же спортивный, актовый, уютный, но небольшой. У меня здесь как бы двое детей ходит в садик. Одному, пять, другому, четыре. Тут уже давно капитальный ремонт не делалось. И двери поменять, и окна надо поменять, потому что окна здесь везде продувают. Но этот ремонт очень нужен. При входе в садик уже ощущение состояния садика сразу видно. Хотелось бы для своих детей, чтобы улучшили весь садик. Не только снутри, снаружи. Не соответствует санитарным нормам и пищеблок. За последние три года, конечно, сделано немало. Заменили окна и двери, установили водонагреватели в группах и даже закупили современные кухонные оборудования. Новые электроплиты, стеллажи, столы. А вот для холодильника, электромясорубки и овощерезки места не хватило. Это очень маленькое помещение. Здесь горячий цех у нас. Здесь у нас холодный цех. Старая электропоработка тоже не выдерживает напряжения. Сейчас сувермишелевый. Мы можем включать четыре комфорта. Если мы включаем пятую, то уже невозможно. Выбивает у нас. Обветшелые инженерные сети – плохая вентиляционная система. Невооруженным глазом видно – нужен капитальный ремонт. Вентиля, они все уже заржавели. Их невозможно ни туда крутить, ни сюда они не крутятся. Конечно, своими силами коллектив периодически делает ремонт. Мы своими силами, конечно, вот так вот замазываем. Они вот каждую весну у нас все выпадает. И фасад обязательно нужно покрасить. Она у нас тоже такой невзрачная в таком состоянии. Хотелось бы, чтобы она была яркая, красивая, чтобы привлекала, чтобы издалека было видно, что это действительно детский сад. Детскому саду 30 лет. В округе он один. Нагрузка немалая – 150 детей. Так что капитальному ремонту, можно сказать, готовы. И уже строят первые планы. С момента открытия нашего детского сада у нас капитального ремонта ни разу не было. Конечно, в этом году нам выделили 10 миллионов на капитальный ремонт нашего детского сада. Но мы, наверное, планируем в первую очередь кровлю отремонтировать. Хочется, конечно, нам поменять оконные блоки, фасад. И на первом этаже хотелось бы мне поменять место линолеума, плитки положить. Потому что по СанПИМу, уже по пожарной безопасности, линолеум не должен быть в садике. Поддержка образования – одна из приоритетных статей расходов бюджета. Комфорт и безопасность детей стоят того. Наталья Мальчикова, Валерий Рязяков, Республика. В Республике продолжается подготовка к 75-летию Великой Победы. Сегодня на организационном комитете определились с местом проведения парада. Мы все-таки пришли к мнению, что парад нужно проводить на площади Республики. Трибуны для ветеранов и приглашенных лиц решено разместить со стороны Чувашской сельхозакадемии. Движение техники парадного расчета начнется с улицы Богдана Хмельницкого по Гагаринскому мосту и по проспекту Ленина. Маршрут движения бессмертного полка на этот раз будет организован с улицы композиторов Воробьевых. Продолжится на улице Ярославская до Речного порта. Парад в этом году планируется очень масштабный. Для участия в нем пригласят ветеранов со всей республики. Для них временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев обязал организовать комфортную транспортировку и сопровождение. Те ветераны, которые не смогут по состоянию здоровья присутствовать на параде, также не останутся без внимания. Предлагается взять практику, которая есть в ряде уже городов на территории страны, когда парад приходит к самим ветеранам. Это может быть парад школьников, парад студентов, это может быть выступление духового оркестра под окнами. К 9 мая в республике планируется осуществить проект «У Победы есть имя». На улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, будут установлены информационные стенды. Богдана Дойникова, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика. В 87 лет и на рыбалку сходить, и уху приготовить. Трудиться ветеран тыла Александр Свинцов привык с малых лет. Все военные годы он проработал в колхозе. Мы поймали на Волге, это далеко от чуда. 120 километров мы ездим на рыбалку. В этот раз на столе лещи. Бывают и окуни, и судаки. Александр Свинцов и ловит рыбу, и готовит ее сам по особому рецепту. И это в свои 87. Зимняя рыбалка стала семейным увлечением. Как только окрепнет лед, Александр Васильевич с сыновьями отправляется на клевые места. О! О, хорошенький. Прошлые годы, поскольку ловили мы... Вот самое большее было 10 килограммов. Вот. Двоих? Двоих. Двоих мы. Уметь все по дому – это у Александра Васильевича с детства. Он родился в деревенской семье в Кугесях. Когда началась война, Саше было 9 лет. И уже тогда он, как мог, помогал матери, оставшейся одной из четырьмя детьми. Отец отправился на фронт в 41-м. Старшие братья работали в колхозе, а младшие дома. Огородные лета мы работали. Ну и что угодно. Что мама сказала, говорила, мы слышались. Приходил все делать. И свиней кормить, и стата. А у меня еще два брата были. Они лошадьми занимались. Они полностью в колхозе работали. Он помогал кормить свиней и следить за ними. Потом стал управляться с лошадьми. Все военные годы он был занят в колхозе на сельхозработах. В конце войны пятый класс ему пришлось пропустить. И весь год трудиться в колхозе. На лошадь не могли садиться. Поставляли что-то, залезали и кормили, ходили, ездили. И потом я научился, когда кормим лошадей. С цветочками, кусты, сладко такой набираю. Корм, траву. И подхожу. И вниз пошел. У вас наклоняется, голову опускает. Раз, хватит. За это время раз на шею на голову. Он потом раз поднимает. А я указываю наверху, на голову сидя, вверху. Отец вернулся в родные Кугесе к жене и детям осенью 45-го. Служить пошел и Александр Васильевич в воздушно-десантные войска. А после армии более 45 лет проработал на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. И на протяжении всей жизни у него были увлечения. Фотография, игра на баяне. Сейчас мастерит удочки для совместной рыбалки с сыновьями. И потом все люди думают почему-то, что если идешь ты на зимнюю рыбалку, то обязательно замерзнешь. Мы там не сидим. Мы там постоянно двигаемся. Это целый день. Начиная вот где-то с 7 часов утра на рыбалку. Мы уже всегда на льду начинаем рыбачить. И до 4-5 вечера мы постоянно в движении, постоянно ходим. Я говорю, не за то, что хочется рыбу кушать. Просто интерес был такой. Это когда вылаживаешь, интересно, такие крупные рыбы, бывает, их иногда полчасоводишь с ними. Без труда не выловишь и рыбку. А трудиться Александр Свинцов умеет с малых лет. Среди наград – медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Ее он получил в 13 лет наравне со взрослыми за вклад в победу. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Страна обсуждает предложенные поправки в Конституцию России. Что думают об этом чебоксарцы в нашем опросе? Я согласна, надо все менять. Стремимся к лучшему. Меня больше всего интересуют пенсии, так как я пенсионер. Чтобы пересчет сделали. Потому что я работающий пенсионер. Это меня больше всего интересует, чтобы утвердили. Я за то, что провели референдум. Я бы пришла и поставила галочку, что нет, я против. Не хочу я изменений. Я хочу, чтобы Конституция осталась прежней. Ну, насчет материнского капитала очень хороший закон вышел. Сейчас заводят детей, наверное, в таком возрасте, в котором они еще не способны сами себя толком обеспечивать. Многие сейчас семьи очень молодые, 19-20 лет даже. И они, в любом случае, сталкиваются с проблемами, нехватки средств. И им очень большая помощь. Ну, вот в последнее время говорят о запрете отчуждения территории Российской Федерации в пользу иностранных граждан государства. Я бы добавил. Вот это добавил бы. Защитники Отечества уже начали принимать поздравления. Праздничный концерт прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета. В зале бесстрашные солдаты и доблестные офицеры. Те, кого называют нерушимой стеной. Слов признания достоин каждый. 2020-й, как известно, объявлен годом памяти и славы. Так мы сохраняем историческую память. Подвиг дедов и прадедов должно помнить молодое поколение. Чувашская земля воспитала многих героев, прославившихся доблестью на полях сражений. Мы свято храним традиции предков, передаем их новым поколениям. Огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены общественных организаций. Пусть в наших сердцах все будут полны гордости за нашу великую, любимую страну, за родную Чувашу. С праздником вас, крепкого здоровья, на долгие годы счастья и благоволучия вашим семьям. На сцену вышли те, для кого службы Отечеству не громкие слова, а ежедневный труд, благодарственные письма, почетные грамоты, медали. Я служил два года, в наше время служили два года, с 1978-1980 года, осенний призыв с ноября по ноябрь. Учебку прошел в Горкесской области, ныне Нижнегородской области. После учебки получил звание сержанта, и попал в Афганистан. Приходилось в полевых условиях жить, в палатках, где морозы, где и жара. Поэтому я уважаю всех защитников Отечества, всех, кто служил, особенно тех, кто отдал жизнь за наше мирное будущее. Была отмечена и активная патриотическая работа сотрудников нашего телеканала. За последние годы российская армия превратилась в сильнейшую на планете. Успешно осваиваются новые образцы военной техники, совершенствуется техническая база, улучшаются условия службы. А это, по мнению военнослужащих и ветеранов, вклад в будущее России. В будущее, где нет войны. Рифат Ваткулин, Павел Редков, Республика. В МВД Республики в преддверии Дня защитника Отечества прошла церемония вручения офицерских погон молодым сотрудникам. Специальное звание «Младший лейтенант полиции» получили 13 сотрудников различных подразделений Министерства и территориальных органов внутренних дел. Глава Министерства Виктор Шметков и председатель Совета ветеранов Михаил Киселев пожелали молодым сотрудникам быть достойными высокого звания. Офицеры органов внутренних дел свято чтить закон и быть бескомпромиссными в борьбе с преступностью. Собака-обнимака – благотворительная ярмарка бездомных собак под таким названием пройдет 22 февраля в столичном торговом центре «Мегамол». С 12 до 18 часов обитатели пункта передержки будут ждать своих потенциальных хозяев. Эту собаку зовут Эльма. Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии. У нее оказались перебиты лапы, одну так и не удалось сохранить. Но собака как будто и не замечает своей особенности. Она активная и жизнерадостная. Только вот по-прежнему живет в пункте передержки, как и другие обитатели приюта. Сейчас их более 450. В основном здесь домашние собаки, которых выбросили хозяева. Она считает, что она самая счастливая собака на свете, потому что столько любви и ласки, сколько она получает сейчас. Она, наверное, не получала, может, в своей жизни. С другой стороны, да, мы призываем к тому, берите вот ее. Она очень воспитанная, она очень хорошая. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должны уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами. И, соответственно, понимать, что собака требует той же заботы, любви. Ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами. Значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. У пса по имени Берн тоже печальная история. Он появился в пункте передержки прошлой зимой. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен. Его спасли. Теперь пес мечтает найти семью. Так что, если вы давно хотели обзавестись четвероногим другом, но не знали, где его найти, такая ярмарка для вас. Благотворительная акция проходит на цокольном этаже Мегамола. Вход на ярмарку свободный. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите сухие и влажные корма, крупы, консервы, поводки, ошенники, ветпрепараты. Здесь будут рады любому участию. Юлия Важенина, Бахтияр Вилеев, Республика. 23 февраля папы с детьми смогут бесплатно посетить музей космонавтики в Шоршеллах. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева открыт с 9 до 18 часов. В День защитника Отечества в мемориальном комплексе, который находится в Мариинско-Пасадском районе, пройдет акция с папой в музей по военному билету. В этот день мужчины при предъявлении документа смогут вместе с детьми посетить все выставки. Для них будет открыт дом музея семьи Николаевых. Кроме этого в музее будет работать цифровой мобильный планетарий. В залах демонстрироваться видеоролики, памятные даты военной истории. А еще гости смогут проверить свои знания, пройдя викторину полководца России. Это главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА